В эфире Народное славянское радио. Всем здравия. Начинаем живой эфир на Народное славянское радио. С вами Алексей Орлов. И сегодня по одному из современных календарей. 1 марта 2018 года. Наконец-то долгожданная весна. Четверг по одному из старинных. 40-й день месяца в Юг и Стужа. 7500-26 лета. Седьмица. Кто отмечает праздники по этому календарю, тех поздравляю с Днем Храма Души. А мы переходим к теме сегодняшнего нашего эфира. «Техно-магия» Петра Петровича Горяева. Автор-сказитель, хорошо вам знакомый Юрий Вениаминович Гомонов. Здравия тебе, мой старый, добрый, уже, наверное, друг, можно так сказать. Как твое здоровье? Как твои дела? Здравственный, мой далекий друг, которого никогда в жизни уже не видел. Он нарастаряется и чувствует. Здравия более-менее не дождетесь. Так что, скажем, постараюсь сегодня выдать порцию мудростей. Ну что ж, вообще тема сама по себе интересная. И здесь смесь такая гремучая, я бы сказал, техно-магия, да еще и Горяев, потому что он так считается таким загадочным человеком, который много что сделал, и многие так не могут допитывать, как это он сделал. Я знаю, что ты с ним встречался, и исходя из личных встреч, исходя из того, что ты изучил, исходя из своих соображений, ты нам очень много что интересного по этой теме можешь донести. А поэтому я больше тебя отрывать своими досужими разговорами не собираюсь, а сразу предлагаю тебе перейти уже к докладу своей темы. Пожалуйста. Ну, благодарю за данное слово. Попробую его использовать с пользой для всех нас. Скажем так, у каждого человека есть некий свой личный пантеон богов. Это не обязательно боги, которых мы знаем по именам. Но боги – это те люди, которые повлияли на наше мышление, на нашу жизнь, на наше сознание. Вот в моей жизни есть мой пантеон. Он состоит из Достоевского, из Томаса Мана, из Чехова, из Толстого, из Тючева, Волошина и так далее. Это в литературе и в музыке. И есть боги мои, давшие мне очень много, скажем так, философии и науки. Причем европейская философия, я ей занимался достаточно активно все время. Она так прошла мимо и как особо не тронула. Отключение Ницше, Шопенгауэр, Кузанский, Николай. Ну, может быть, и все. Ну, может быть, где-то Декарт. Как-то мало мне, что это дало. Особое главное влияние на меня оказала европейская философия в ее полном объеме. Включая и мифологию, и древние сказания. И, как ни удивительно в этом плане звучит, очень большое влияние на меня оказала русская наука. Именно русская наука. Что сказать, она мистична. Она не совсем дороги-то наука, а в какие-то моменты русские ученые, они умудрялись подойти вплотную к Богу и дали переступить эту черту. А к таким великим ученым я отношу Вернадского с его учением о биосфере и новосфере, Чижевского с его учением о солнечных циклах, который доказал влияние солнечных циклов на общественные деятельности человечества. К тому же, к этим же богам своим я отношу, Льва Николаевичу Гамилеву в его теории пассионарности, академика Акимова в его учениях о трансляционных полях и физико-лакууме также Ишипова. И в этом ряду также стоит Петр Петрович Горяев, который оказал на меня огромное влияние в плане понимания мистических процессов бытия. Как это ни странно. Понимаете? Именно благодаря Петру Петровичу я понял, как на биологическом уровне работают мистические технологии. Не так давно мы с ним познакомились, в общем, плотно пообщались, выяснилось, что, собственно, мы говорим о одном и том же, только он говорит научным языком, а я языком мистики. Но, в принципе, было очень большое совпадение в понимании процессов, что происходит в мире и в живом веществе как таковом. И когда я ему излагал свои теории, он говорил, что предельно абстрактно, но верно. А вот он излагал свои теории на очень конкретном уровне, который был привязан к биологическим процессам и физическим процессам нашего мира. Я много как бы услушал его, читал, он мне подарил две свои книги. «Код Бога» и «Лингвичково-волновая генетика». И что, собственно, меня зацепило по-настоящему, какие именно моменты в его научном знании меня зацепили конкретно, как мистика. И я буду говорить о Петре Петровиче, о его научной деятельности, не как о научной деятельности. Это он ученый, и он лучше знает, как это преподать. Я буду говорить о том, что он понял и открыл как мистик, как деятель религиозный, как человек, работающий с тонким планом практически. А вот, и вот потихонечку начнем мы эту тему сейчас раскрывать. Петр Петрович очень часто, когда его спрашивают по поводу его открытий, говорит о том, что я стою на плечах гигантов. Называйте имени. Любящих, Беклемишин и Гуревич. И он говорит, я стою на плечах гиганта Гуревича в 24-м году, а он высказал, очень, скажем так, то ли предположения, то ли точно научные знания. Но он сказал так, что хромосомы имеют свой полевой эквивалент. То есть, геном, хромосомы все имеют свой полевой эквивалент. И уже это имеет гигантское значение для мышления 21 век и 20-го тоже. Забыл фамилию, один академик наш сказал, что главные просчеты внуки были допущены из-за неучета полевой, тонкой составляющей бытия. То бишь, всегда имели дело с материей, а поле не учитывалось. И по поводу именно полевого эквивалента помним такое явление, как аура. Слышали все. Об этом говорили мистики во все времена. И недавно кириллианы, супруги, смогли сфотографировать ауру человека. То есть, полевой эквивалент человек. И все до этого мне подобные кричали еще не пишут о том, что существует аура и поле человека, никто не хотел слушать. В научно сидит, тут наука заявляет в лице Гуревича и в дальнейшем в лице Горяева о том, что геном, хромосом имеет полевую состоящую в своем. и при этом она первична. Но если мы начнем масштабировать эту идею, то не только геном, но и человек имеет свой полевой эквивалент. Не только человек, но и земля имеет свой полевой эквивалент. Не только земля, но и солнце и так далее, вся Вселенная имеет свой полевой эквивалент, потому что что внизу, то и вверху. Мир построен по подобию. Вот. И вот здесь мы подходим к одной очень важной вещи. Поле определяет состояние вещества. Какое поле, такое вещество. И, меняя поле, мы можем поменять вещество. В этом и есть смысл лингвистика волной генетики. Основоположим, как который является Петр Петрович. То есть, поле первично. Поле порождает вещество. А вот оно влияет на него. И поле является, скажем так, двойником вещества, вещества двойником поля. Они отсюда идентичны. И малейшее изменение в поле приводит к изменению веществе. И малейшее изменение веществе говорит о том, что произошло изменение в поле. И когда экстрасенс лечит человека, что он делает? Он находит пробой в поле человека и с помощью определенных манипуляций это пробой убирает. Нарушение поля приводит к изменению состояния вещества и приводит к болезни. То есть, эти вещи были хорошо известны мистикам всегда. И на этом строилось все. И колдовство, и магия. наука, она только недавно подошла к этому сознанию. Первым похожим на плане был Гуревич. И далее, теперь изучая геном, Петр Петрович очень активно использовал именно эту идею. И они доказали ее верность, ее правильность. Например, сказать, что они делали. Они вынимали вещество, то бишь, ставили только полевую строящую геномы. и были поражены тем, что поле действовало так, как будто геном присутствует, как будто вещество осталось на месте. То есть, полевой эквивалент генома, он абсолютно идентичен веществу и действует точно так же. И вот здесь, если мы с вами понимаем и принимаем эту форму, что поле предсостояние вещества, мы подходим к колоссальным возможностям личностным. И мы подходим к возможности понимания самых сложных процессов в происходящих мире. И биологических, и исторических, и политических, каких угодно. По примеру, того, что поле принимает форму вещества, вещество принимает форму поля, когда вы рассыпите, например, на доску опилки металлические и снизу поднесете магнит, опилки примут форму магнитного поля. Опилки примет форму магнитного поля. Точно так же действует всякое вещество. Оно очень активно реагирует на поле и принимает форму поля всегда, и оно не может не принимать форму поля. И вот теперь мы подходим к такому очень важному моменту. Как это все действует в практике? Законы природы существуют до ученых. Ученые только открывают. Закон всемирного дегетения был и до ньютона. И так далее. Все законы и закон с конечностью энергии тоже их люди просто открывают. Часто случается так, что наука открывает лучше, люди давным-давно пользуются. Я написал Петру Битовичу, что лингвистическая волновая генетика это инструмент управления людьми, с помощью которого мировая система, мировая элита управления человечеством. И вы еще удивляетесь, что вас не признает наука. Это страшнейшее оружие, которым люди пользуются в течение всей своей истории. И вот теперь коснемся, например, религии и лингвистикой волновой генетики. Что получается? Священные тексты это некие инструменты лингвистикой волнового воздействия на человека. В процессе общения, когда люди просто общаются. Происходит взаимное влияние друг на друга с помощью лингвистикой звуковой волны. Это волновой лингвистикой волновой волны. Я продажу слово. Слово не вибрации. Эти вибрации действуют на оппонента. Воздействует на его генетические структуры. Эти генетические структуры могут переставиться под воздействием моего слова. И мы замечаем такую вещь, когда приходит новая религия, люди в течение какого-то времени резко меняются психологически, даже физиологически, нечаясь совершенно по-другому вести. Я был поражен, в общем, так-то и видел русского парня, нормальная, славянская внешность, все-таки светлые волосы, такой славянин, а и он принял ислам. И принял добровольно, осознанно. И был поражен изменением даже антропологическим, таким неуловимым. Я смотрел на него и понимал, что он антропологически русский, но при этом он не русский, антропологически же. Потому что в лице что-то такое неуловимое, непонятное, что а его принадлежит, принадлежит к другому полю. Когда мы принимаем христианство, мы входим в это поле, лингвистика волновой, мы читаем молитвы, и с помощью молитвы мы осуществляем лингвистика волновой воздействия на свое тело. Мы читаем молитвы на толпу, обновляет на людей. Вот, и принципы лингвистика волновой генетики, открытые Петром Петровичем в 20 веке, они успешно использовались восхищение всей человечества жрецами, магами, колдунами. Что делали маги? Они создавали магические формы определенные. Формулы воздействия, когда с помощью слова они могли остановить кровь, когда с помощью слова они могли убрать без последствий рану и шрама не было, когда с помощью слова они могли воскресить и могли убить. определенные лингвистико-волновые формулы, точно выверенные, точно воздействующие на человека, могут его просто или убить, или воскресить. И когда Христос говорил, «Лазве восстань и иди», он встал и пошел. Это был пример воздействия лингвистико-волнового, здесь нет никакой мистики, здесь физика. волна влияет на вещество и вещество принимает форму волны, форму поля. И происходят биологические, биохимические процессы в организме под воздействием этой волны. Я еще сказал Петру Бедовичу, вы мне магию объяснили. Я читал мантры, читал мантры, читаешь эти мантры, видишь воздействие, видишь меняется, читаю гимны богам, сам же написал, вот вижу, что происходит изменение во мне, люди понятнему как происходит, каким образом это происходит. Но когда стало понятно, что слово влияет на генетические структуры человека посредством возникающей волны, стал понятен в принципе механизм магии. А вот и не только магии, то бишь власть жрецов всех религий всегда строилось на силе слова, на силе религистика, волной генетики, когда прямо так не называлось. Вот, и сейчас то же самое, что использовали жрецы и попы в храмах, то же самое сейчас используют из СМИ. СМИ тоже используют принципы лингвистика волновой генетики. Они создают некое поле с помощью слова. В чем это слово многократно повторенное, даже бездоказательно обретает силу доказательства. И сейчас все на западе по-дальше большинство считают, что русские принимают допинг. в массовом масштабе, допинг принимают в массовом масштабе именно США. Там есть так называемое терапевтическое допущение и 100% американских спортсменов принимают допинги по рецепту с позволения врачей. И при этом там тишина, там как и надо. А по поводу русских, русские, 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 принимают допинг. И так далее. Вот и сейчас что происходит? Используя принципы любвистико-волновой генетики, в западном мире формируется представление России как о неком монстре, неком уроде, который дур быть уничтожен во имя спасения цивилизации. Причем урод объявляет нас уродом с помощью слова, с помощью то самое лингвистико-волновой генетики. Гитлер писал о том, что народы никогда не воспринимали, то есть народы движения никогда не вызывались научными знаниями, научными достижениями. Это были эмоции. Эмоции были простые. Хороший, плохой. Самый простой способ управления. Вот есть бей жидов спасай Россию, все нормально. Всем понятно. И все бегут. Понимаете? Бей жидов спасай Германию. Он спасай Германию. И все стало понятно. Бей русских, бей французов, ну и так далее. Он выдавал очень простые тупые формулы, которые подавались на очень мощной эмоциональной волне. При этом предварительно все были подготовлены к успеху именно этой информации. И происходили такие изменения в генетическом человеке, что человек обещался просто монстра, урода. Понимаете? Когда в Берлине был завод, там завод делали мыло из нас. Из нас делали мыло. И немцы этим мылом мылились. И спали на тюках, набитых волосами русских женщин, не только русских. У них были абажуры из костей человеческих, и перчатки человеческих кожи. Как это могло случиться с людьми? Так быстро. Такого никогда не было. А вот, пожалуйста, принцип лингвистика волновой генетики. Прекрасно был использован Гитлером не только им. И вот эта информационная война, которая ведется пути в России, при всей абсурдности, негодых утверждений, при всей той наглости, с которой подается информация России такой тупой наглости. А она достигает своих целей, потому что тысячекратно повторенное слово, оно становится правдой в сознании человека. И он начинает действовать, исходя из этой правды. Правды, внедренной с помощью принципов лингвистика волновой генетики, которую открыл Петр Ветрович, но существовала всегда. И использовалась сильным миросевое для управления людьми. Пример того, как действует лингвистика волной генетики, как создается это поле, обезоруживающее поле, великолепно показал наш Пушкин Александр Сергеевич на своей трагедии Борис Годунов. Борис Годунов был хорошим царем. Россия была крепким таким, добротным государством. Была крепкая, добротная армия. А у Жедмития были ляхи, там сброд всякий. И количество он был намного меньше, чем русская армия. Но он пошел поход. И он победил. Он взял Москву и даже зашел на престол. Некоторое время там правил. Почему? А Пушкин объясняет очень просто. Впереди молва бежала. Впереди молва бежала. Вот самая информационное оружие, запущенное товарищами поляками. Информация о том, что чудесно заспалится царевич Джим Дмитрий. Вот. И теперь он такой бедный несчастный прятался от убийцы Годунова. И теперь он хочет зайти на законный престол. Люди русские сердобольные хорошо просчитанное было. Операция информационная. А вот люди жалостлив русские всегда в одной стране правды. Ублачист и еще ложь. Но пьем молва бежала и молва превращала ложь правду. И передал жизнь лжедмитием открывались города без боя и полки переходили на его сторону. Нескоро город был взят. Принципы лингвистика волновой генетики являются тем главным и тайным оружием, которым пользуются в настоящее время враги России. И взят он был из древних времен. У греческих богов было три вида оружия, с помощью которого они управляли народами. молва и безумие. Они с помощью молвы вводили народы в безумие, народы в безумие. И потом эти народы делали то, что было им нужно. Буквально написано в мифах греческих, что главным оружием богов была молва. неправда, а молва и безумие. И вот сейчас то же самое. Тайное вкушение Советского Союза и Российским империем в чем? Рабочим российским универили в сознание, что западные работники рабочие живут лучше, хотя на западе рабочие получали на 30% меньше, в России. И русские придурки, уверовавшие в это, стали оратом всех прикрестках, что хотим, как в Европе. Не понимая, что в Европе хуже, чем в России. И свалили великие государства. То же самое случилось в 90-е годы, когда хотим, как на западе, получили, как на западе, только не то, что хотели. И смотрите, и принципы лингвистикой волновой генетики, которые используют в научных работах, они используются очень активно в течение тысячелетий власть имущими для поддержания и укрепления своей власти. И жрецами, и царями, и колдунами, и магами. И сейчас этим орудием активно владеет мировое торгашество, которое хочет приморить свои богатства и не терять свою власть. Вот, вот, пожалуйста. Вроде научная работа, вроде не о том, вроде это о геноме, но когда мы начинаем все это немножко масштабировать и понимаем, что все что на потом принцип. И благодаря знанию принципа глинистико-волновой генетики, мы сможем понимать, что происходит в мире. Нужно очень быть внимательным, произнося слово, и нужно быть очень осторожным слово воспринимая. слово не птичка влетит, не поймаешь, помню, да? Слово вылетело, и оно начинает работать, и слово всегда возвращается к тому, кто его послал в мир. Слово обращенное к вам это всегда слово воздействие, это всегда слово влияние на вас. И я сейчас говоря это слово, я тоже влияю на вас. Понимаете? И потом вы будете мне что-то писать, спрашивать, и будете влиять на меня этим словом. И так взаимно влияя именно лингвистику волновым принципам друг на друга мы меняем себя или лучше или худшую сторону. И это чисто биологический процесс. Геном меняется под влиянием мысли и под влиянием слова. Генетические структуры человеки перестраиваются под влиянием лингвистика волновых принципов. И в этом плане нужно быть более внимательным к тому, что происходит и миди. Мы начинаем плачь от ада, когда на останки идут. Начинаем бороться. А слова постепенно происходит что? Происходит подмена понятий и молодежь уже не любит русские танцы, женщины русские, танцуют арабские танцы, кого-то черта, массовая волна. И так далее. постепенно внедается сознание людей, что это плохо, это хорошо. И люди меняются, меняются генетические структуры, информации кодируют наш геном, в общем-то, и мы становимся другими. вот вам вся магия. И там магия она присутствует в нашей жизни каждодневной и каждой час. Идем дальше. Что собственно меня взорвало все время в общем-то и очень много еще объяснило. когда я услышал слова Горяева о том, что генетический аппарат речеподобен и способен принимать осмысленные решения. Генетический аппарат речеподобен и способен принимать осмысленные решения. То есть геном мыслит и построен по законам речи. и дальше говорит Петрович о том, что геном наш каждое мгновение своей жизни получает некий текст для того, чтобы петь решение, действовать. Он говорит, можете назвать это текст словом Божьим. Можете назвать этот текст словом Божьим. А ведь ученый. И этот текст имеет кодоны аммонимов. Аммонимы это слова понимаемые только контекстуально, то бишь коса-коса. Коса непонятно, коса это песчаная коса, коса девицы или коса, которые пущут траву. то есть это слово можно понять только в контексте. И вот в этом послании есть кодоны аммонимов, то бишь аммонимы, которые понимают только контекстуально, только в контексте. И геном должен понять текст. Если он неправильно поймет текст, он выберет нити аминной кислоты, это насчет ему вред, а может быть и перейдет к гибели. То есть геном разумен. Геном послан по закону речи и способен читать. И вот тут у меня был взрыв мозга. Я понял, как работают эти мантры медитации, как работают гимны, как работают ритуалы, как работает вообще вся мистика, магия, колдовство и так далее. И оказалось, что здесь нет никого колдовства, никакой мистики. Здесь тоже наука, здесь тоже материя. Это чисто материальный и физиологический процесс, но который в себе включает и полевой, и вещественный эквивалент. И вот здесь что получается интересное? Дело в чем? Дело в том, что геном имеет антенну, принимая информацию извне, а в геноме существуют гигантские библиотека, когда ему нужно принимать некие решения, он может взять информацию из библиотеки, а может получить ее извне, какого-то внешнего источника. геном и геном восприимчив к слову, он восприимчив к внешней информации и реагирует на любую речь. И в этом плане геном может воспринимать не слово Божье, а слово какое угодно. Любое словесное, волновое воздействие он может воспринимать и под явлением перестраивать свои генетические структуры. И вот тут-то и становится ясным одна очень важная вещь. Дело в чем? Дело в том, что все геном слышат слово Божье, как говорит Петр Петрович, который отсюда истинно в плане передачи информации и несет никого сбоя, если он правильно его читает, он правильно перестраивается исходя из существующих реалий и живет и действует без ущерба самому себе. И геном воспринимает информацию извне не из божественного источника, он также кодируется этим внешним небожественным источником и принимает другие формы, небожественные формы, формы вредные для себя, саморазрушая себя. То бишь геном для своего здоровья и долгой жизни должен получить энергию, информацию, тексты из божественного источника. Если он получает его не из божественного источника, это ведет к гибели. И вот что становится понятно, задача генома, ухудшки именно Слово Божье, они весь тот основной информационный шум, который вокруг нас происходит. Если мы ведем все духовные практики мира, чему они учат? Они учат одному и тому же. Уберите информационный шум, увидите ненужные мысли, открытись от ненужного общения, сделайте свой разум зеркальный разум, как вода во время жителя отразила в себе небо, то бишь Бога. И вот здесь и мистическое и научное представление совпадают, то есть исходя из логики Горяева. Ну вот если геном способен воспринимать любую информацию любого источника, задача генома и человека, если начнем масштабировать от генома до человека, задача человека достигнуть состояние, в котором не будет информационного шума. В йоге называется патьяхара. Это умение отличаться от внешних раздражителей, от внешних минувших источников. И дальше идет тхарана, умение концентрации тхияна, когда вы вступаете в энергоинформационный обмен с поздравным объектом. И там идет самадхи, когда вы полностью постигаете желаемый объект. И состояние самадхи это то состояние, в котором весь организм человеческий слышит голос Бога. Только его тексты. И правильно читая, встраивается в изменившийся порядок вещей и в таком состоянии он может жить вечно. Понимаете? Сейчас наука не может понять. Организм рассчитан по меньшей мере на 1200 там с лишним лет вообще живет там 78 лет в лучшем случае, а то и меньше. Мы живем мало, потому что и мы, и наши генетические структуры воспринимают огромный объем ненужной информации, идет сбой в наших структурах генетических и ментальных и во всех остальных тоже. и это приводит к саморазрушению. Голос Бога это информация об изменившемся порядком вещей и что нужно сделать для того, чтобы построиться под новую реальность. Он никогда не лжок, он никогда не ошибается и за счет этого человек может существовать вечно. Жил в Яяти две с половиной тысячи лет и не насытился жизнью. Вот такая есть мысль в Махабхарате. Мы к 80 уже хотим умереть. Именно потому что мы воспринимаем информацию из небожественных источников. И вот здесь опять что получается? я начинаю понимать некие духовные мистические процессы, опираясь на знание ученого. А для меня очень важно понимать, что происходит. Я не могу принимать многие вещи на веру. Я ничего на веру не принимаю. Я доверяю богам, которые меня ведут, за 20 лет я работаю с русскими богами, вся информация я от них получал, она никогда не была пустышкой, она никогда не была обманкой. И когда я получаю новую порцию заданий и информации самых безумных и сумасшедших, я понимаю, что там-то видней. Я в силу своей человеческой ограниченности могу что-то не понимать, но боги-то видят. Проходит время, я свою информацию и понимаю, и имеющее есть доверие к богам. Но при этом я понимаю, что все могут ошибаться. Но при этом я понимаю, что ошибки богов и моих, ими меня, разные, у них намного меньше, кратно меньше ошибок, чем у меня, если я буду жить чисто своим умом. вот еще один момент, который очень важен для понимания того, что меня зацепило именно в работах Петра Петровича. Идем дальше. Читаю. Есть его книга, он мне подарил ее код бога. когда я взял эту книгу, я ему говорю, какая-то к черту наука. Он стоит, смеется, понимаете. Действительно, вот он уже где-то на грани науки и мистики. И что я там читаю? Я читаю, что хромосомы обладают способностью осмысленно действовать на своем уровне. То есть, что получается? Он пишет о том, что наш организм разбит как бы на сектора по уровню ответственности, разумной ответственности. И каждая клетка там отвечает сама за себя. зная программу действий, она действует в рамках своей компетенции. И весь организм является полем деятельности неких разумных микроструктур, которые понимают, что им нужно делать на своем уровне и самостоятельно выполняют работу. Как на заводе. Есть директор завода, а есть слесарь. Но слесарь знает, что ему нужно делать. токарь взял, пошел в станку токарь и точит. Около него где-то не стоит в рамках своей компетенции. он знает, что делать. И так в организме то же самое. Каждая клетка, каждый геном, хромосом, там, там, кого-то нет, в общем-то, каждая молекула. В рамках своей компетенции каждая частичка мироздания знает, что делать и разумно, подчеркиваю, разумно исполняет свою работу. В моем теле, в моем теле кипит такая работа. Там столько народу, и все, что-то копают, там, тяпают, чтобы я сидел тут и вякал, понимаете? Гигантская работа происходит в моем теле, разумная работа в каждой клетке, в каждом диноме, в каждом хромосоме, там, во всем. И так же в печени отдельно. Там есть некая сила разумная, управляющая печенью в целом, как единой системой. В сердце то же самое. У нас есть такое понятие внутренних богов, богов нашего тела. Человек это микрокосм, есть макрокосм. Как в макрокосме есть боги, так и в микрокосме тоже боги есть. Из бога огня есть огонь в моем теле, а тоже бог огня, он веже теплый. Из бог воды есть вода во мне, я из воды состою во многом. Есть внутренний боги моего тела, который совершенно подобный богам внешнего мира, но в другом каком масштабе. Или мы начинаем опять масштабировать, что мы получаем. Вселенная наша, единое живое существо, и в этом живом существе действуют разумные силы, каждая в рамках своей компетенции, выполняя свою работу осознанно и разумно. Это и есть боги. Это и есть боги нашего мира. Бог солнца в рамках своей компетенции, бог луны в рамках своей компетенции, бог земли в рамках и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И каждая звезда имеет разумную силу. Если в человеке геном разумен, эти хромосоны, обладая способностью осмысленно действовать в рамках своей компетенции на своем уровне, то точно так же, по подобию большому вся Вселенная, изучая малое, мы постигаем большое. В малом большое, в большом малое. Как в матрешке все вставлено, все одно и то же, везде. И вот таким образом, что мы получаем в этой ситуации? Мы получаем забавнейшую вещь. Мы получаем доказательства того, что весь мир разумен. И мы понимаем, что вот эти внутренние разумные человечки, действующие в клетке, действующие в геноме, хромосоме и так далее, а вот это тоже боги на своем уровне. Они же управляют. И что мне тут и задевают эти вещи очень активно? Владея именно мистическим знанием в мироустройстве, я в биологии Горяева нахожу доказательства того, что мир устроен именно так, как я понимал. Но я это уже понимаю на более конкретном уровне. Наше представление о богах достаточно, скажем так, абстрактное. Но через работу Горяева я получаю большую конкретность в растяжении того, что я хочу понять и постичь. В этом мире, как в человеке, все клетки обладают способность и осмысленно действовать в рамках всех компетенций. Иначе там есть никто, нет никто, кто мыслит, кто способен мыслить, понимаете, решение, а это и есть бог. Я бог семьи, я с мыслью принимаю решение. Есть целостность, вот такая небольшая целостность. И в этом плане я бог семьи. Я принимаю решение за семью, куда, чего, как, в общем-то, и так далее. То есть в этой ячейке семья есть некая смысленная сила, которая принимает решение. Есть бог клетки, есть бог печени, есть единый бог человека, есть бог земли, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, есть единый бог нашей галактики. И все в рамках своей компетенции, зная, что делать, работу делают. Единый включается только тогда, когда, скажем так, начинает чувствоваться сбой в системе. Какой-то токарь не то выточил, и система перестала работать как надо. И тогда он включается туда. Но пока все идет нормально, бог ничего не делает. Он отслеживает уровень соответствия действий всего этого целого организма заданным целям организма. И вот здесь, опять же, о чем я говорил, сейчас вот мистика, то есть естественной науки в лице достаточно большого количества ученых, которые где-то может кто-то еще неизвестны особо, они уже к этой черте подошли, не переступили ее. Я переставил черту мистики, зашел в науку, и нашел там доказательства, вернее объяснение того, что я делал. Я делал, я совершал действие, я получал повторяемый результат, но я не понимал процесса. Теперь я его понимаю. И магия, она учается в чем? Для того, чтобы магия осуществилась, необходимо очень точное знание. Есть такая книга Еремея Парнова «Проснусь в Салфом Агусте», когда они попали в него места, где все мысли осуществлялись. И один подумал о машине, она возникла, эта машина. Он сел, сказал, заводить, она не заводится. Он как капот на моторе не был. Он на моторе не подумал. Другие все хотели материализовать лодку резиновую. Материзовывал, но она у них все равно тонула от тяжести. Они не могли вспомнить формулы резины. Магия – это энергия плюс точное знание структуры. И тогда через это знание проходит энергия, получается объект. И в этом плане очень интересно следующее. Галент пишет, что эмбрион, развиваясь из одной клетки, имеет некий текстовой указатель. Имеет некий текстовой указатель. Как там? Да будет там-то-там-то-там-то-там. Бак, что-то возникает. Вот есть некий текстовый указатель. Пока как колдун, колдун. И здесь есть некий текстовый указатель. И по этому текстовому указателю как по кальке формируется человечек из одной клетки. Возникает одна клетка. И по программе, рассчитанной, в деталях. Создая себе, как каждый пальчик, каждый там ушко, каждый глазик. Все там уже в тексте, записанное по тексту, идет четко формирование тела. И вот мы вспоминаем, сначала было слово, и слово было от Бога, и слово было Богу. Сначала, конечно, было не слово, а желание. Как у нас получается? Начало возникает желание. Хочу там чего-то. Потом мысль. Как это желание удовлетворить. Потом мы говорим, что мы хотим получить. И проследим это получаем. Этот процесс он такой. Но здесь о чем речь? О том, что эмбрион развивается по некому плану, записанному в неком тексте. А далее Голио пишет о том, что математические структуры человеческих и генетических текстов подобны, практически идентичны. И он говорит о том, что генетические языки можно перейти на и нужно на наши языки человеческие. Есть генетический язык. язык, на котором общаются гены. И ежели мы узнаем язык генов и РНК и грамматику, можно искусственно создавать новые гены, можно творить новый мир, новую жизнь, новую форму жизни. Когда мы познаем генетические языки, мы станем волшебниками. вот вам, пожалуйста, уже рядом, совсем рядом мистика и наука. И мы начинаем понимать в этот момент смысл вообще любого волшебства. можно знать язык птиц, можно знать язык животных, как рассказывают нам мифы, а можно знать генетические языки. И Бог это тот, кто эти языки знает. И он о этих языках может говорить. и произнося слово, он создает челенные генетические структуры. И это я почерпнул биолога. Я много чего почерпнул из Махабхарата, Упанишата, там гигантский совершенно мысль, там гигантские знания. Ну там нет конфетики. конфетика никогда не записывалась. Конфетное знание не давались, то есть давались намеки. Живецы знали и передавали это из уст в уста. И сейчас может кто-то знает эти вещи. Это нельзя было выдавать на потребу. Потому что если дать людям знания генетических языков, то будет то, что было на солядеще. Помните был фильм такой Тарковского солядеще, из книга Лема солядеще. Когда стали мотивизовываться все их мысли, все их желания на корабле, там черт еще на корабле стало твориться. Они не контролируют свой процесс мышления. И там много чувствовало рождаться ни с того, ни с сего из головы. Как Зевс родил из головы Афину. Вот так он ее родил. Мыслью, повлияв на материю, он создал новый геном и создал новую богиню. И это поражает. Когда я читаю биолога, почему он сам эти вещи многие не понимают, потому что он не мистик. Это я как мистик вижу перспективу мистического понимания, мистического влияния на эту жизнь. ученый, он разбирает структуру, он видит, она такая, он честный ученый. Еще он видит, он об этом говорит. Понимаете? Естественно, его не принимают очень многие. Естественно, хоть у него травля и будут и друга, Акимов, Шипов и Горяев, они втрое работали, втрое работали. Горяев, по геному, Шипов, Акимов, по стольсионным полям и физическому вакууму, а Шипов математик. Когда я читал работу Шипова, академика, математика нашего, о миросотворении, как мир создавался, я хохотал очень громко, потому что он буквально цитировал Дрихат Аронякова Панишаду. Буквально. Но он писал научным языком, а там написано языком поэтическим. Потом непонятен, я понимаю, что символически означает те или иные вещи. Совпадение было сто процентным. Сам писал мистик, а я здесь писал математик. Я говорю, ты тоже думаешь, у математика он гений. гениальный математик. И вот я складываю две вещи и смеюсь от восторга. И наука, и мистика поговорит об одном и том же. Одинаково. Ну, не у нас разными словами. Вот такие дела. а вот так вот сейчас возникает возможность объединения научного и мистического знания. Я Петру Петровичу и говорю, что сейчас наука мне напоминает такую ситуацию. Вот сидит баянист и играет на баяне. Баян видно, а баяниста нет. И ходят ученые вокруг этого баян и думают, как же он играет? Вот у него сдувается, сдувается. А, закон, закон Михоу. А вот кнопки нажимаются. Кнопка нажимается и звучит закон за эти кнопки. А если нажать зазвучало? Понимаете, сейчас науся момент, когда наука пошла к такому моменту, что она может убога баяна отнять. Но просто что она на нем сыграет? Ты понимаешь, что получается? Она вот такой сыграет, мир вообще раком станет. А вот так вот в общем-то и вот дальше любопытно будет нам еще поговорить об одной вещи, которой занимается Петр Петрович, это матрица. Он создает лечебные матрицы, универсальные, индивидуальные, которые построены по этому же принципу лингвистика волновой генетики. Берешься, например, фотография детская человека, с нее слажем снимается информация, создается некая-лика, звуковая штучка, ну, типа мелодия, но такая она больше на шум похожа. У меня такая есть. И происходит возвращение организма через прослушивание этих звуков в то время, когда был молод и здоров, и идет омоложение организма. И он мне подарил у нас ним баттер, я ему свою услугу, услуги оказывал у меня свои, я не платил на стоить денег. И что было любопытно, я как бы все проверяю, и я взял у него матрицу, он сам предложил, хочешь сделаю и давай делать. Вот, и он мне прислал по ней работать, и я работал с ней месяца полтора, и отметил резкое вообще мало задение, потом прекратил на какое-то время, в общем, так сказать, как-то им это держалось, он стал спадать, он опять начал, и опять поперло. То есть, не сказать, я так и делал, просто проверил, как она работает, и я отметил, что действительно все эти вещи, которые он делает, они работают. И идет действительно омоложение, на меня мой народ смотрел, мои ребята, так сказать, они приходили, стал все моложе и моложе. вот, и вот с помощью звука, с помощью определенных вибраций, можно полностью вернуть человеку молодость, здоровье, силу, и сделать его жизнь бесконечно долгой. Игорь Яев сам говорит, что человек может жить 200-300 лет, это по минимуму. это возможно и реально. Но если мы говорим о том, что я благодаря Горяеву понимаю мистические процессы, также я вижу недостаточность чисто технического отношения к омолаживанию, мало того, что мы воздействуем на себя с помощью этих звуков, необходима еще внутренняя работа по самоизменению, чтобы подстраиваться вот эти изменения физические, изменения поля. Матвиса Горяева, это тот принцип, который я озвучил выше, поле определяет состояние вещества. Прослушивая его матицу, мы создаем новое поле, вибрации ведут от этой матицы, меняют мои полевые структуры и меняют я. И на этом уровне мы обретаем возможность с помощью техники, общетехнических устройств производить на собой некие вещи мистические. Когда с помощью звука, чисто с помощью звука, вы меняетесь звука, который звучит на техническом устройстве, вы меняете свое тело и его оздоравливаете, не используя ни экстрасозорного воздействия, ни магического, ни медикаментозного, ни какого-то еще другого. Вы оздоравливаете с помощью техники, это я и назвал техномагией Горяева. Что он делает? Он берет лазер, накладывает на лазер определенную информацию, на луч лазера, набляет информацию на семена, и семена получают новые христистики, которые были записаны на этом луче. Это моделирование магического процесса. Что делает маг? Предельно концентрируется, создает мысленный луч, на этот луч накладывает информацию и посылает ему нужный объект. и объект меняется. То есть практически Петр Петрович стал моделировать с помощью технических сооружений мистические процессы. И чем они мне интересны? Тем, что результат достигается быстрее. Но чтобы это было не чисто бессмысленно омоложением и удлинением жизни, вот этим процессом омоложения, издравления должно сопутствовать еще и новое мировоззрение, которое будет давать человеку новые смыслы жизни. Бессмертие само по себе бессмысленно. И у вас нет смысла для этого бессмертия. А когда у вас есть смысл, тогда и приходит и бессмертие. и в этом плане сейчас мы находимся в таком моменте, в такой точке, когда процесс все убыстряются, магические процессы они достаточно медленные. Необходимо много усилий с помощью мантры медитации достигать какого-то эффекта. это очень долго. Но ежели коррелируя сознание определенным образом использовать технические методы для самоомоложения и самоотдравливания, тогда мы сможем убутить этот процесс и войти в новую эпоху, а в новое время вовремя. Потому что если мы будем идти в новое время, которое уже надвигается, очень конкретно надвигается, а мудрый надвинулась, если мы будем идти чисто с помощью мистических моментов, мы можем не успеть подготовиться к этому времени физически, и когда это время придет, мы просто не выдержим его, мы умрем. Если мы будем идти в это новое время чисто с помощью технических всех этих устройств, то тогда мы дойдем и тело выдержит непонятно ради чего и мы будем даже уничтожены, потому что у нас не будет смысла жизни. Возникла идея, которую я хочу проверить и подтвердить на своей шкуре и уже еще несколько человек эти шкуры решили предоставить для этого опыта. Мы хотим используя наши наработки этой предложил и наработки Горяева ускорить процесс и ментального и физического преображения. Я уже много говорил в лекциях о возможном бессмертии, то, что было дано в последнее время, еще раз укрепило меня в этой возможности, но также пришло осознание того, что необходимы еще дополнительные меры, убыстряющие процесс трансформации и тела, и сознания. И в этом плане то, что я смог познакомиться с таким великим человеком, который готов к плотворному общению и сотрудничеству в данном направлении, для меня это великое счастье и удача. Все то, о чем я сегодня говорил и называется как бы техномагией Горяева. А можно назвать научной магией. Можно и так называть. Может так будет более уместно. Научная магия. Наука это наука, магия это магия. У Горяева происходит научное моделирование магических процессов. И то, что я знаю, этого уже очень много. но я же еще много чего не знаю, чего он не озвучивает. Понимаете? Работает его институт квантовой генетики. Что там они делают, одному богу известно, что-то я знаю, что-то не знаю, не так давно мы знакомы. Вот, но то, что я уже подчеркнул и в моем деле, потом я занимаюсь, являюсь колоссальнейшим подспорьем, колоссальнейшей помощью для более углубленного не только понимания, но и усвоения процесса жизни. Вот, в общих чертах, что еще не хотел сказать по поводу работ Горяева. И дело тут не только в его работах, дело в том, что если мы берем теории пассионарности Гумилева, там о чем сказано? о том, какого-то из межзвездного пространства на Землю падает таким рубцом мощный энергетический такой комок, который сообщает данному региону, на котором живут люди, всем людям, что они пассионарности, пассионарности способны к целенаправлению сверхнапряжению, у людей возникает сверхизбыток энергии, и они начинают что-то творить, или начинают завоевательные войны, или великие шедевры, неважно, кто бы он направил свою энергию. И Гумилева обвиняли в мистике Чижевский с его солнечными циклами, где он доказывает, что революция совпадает с пиками солнечной активности. в 1917 году в феврале были образцовые пятна на солнце, образцовые пятна на солнце, был максимум социоактивности, спад социоактивности на земле, мир, тишина, когда подъем социоактивности, войны, революции, потрясения и так далее. Чижевский Вернадский с его теорией биосферы и ноосферы. Ноосфера влияет на биосферу, сфера разума влияет на сферу материальную. Это тоже, извините меня, колоссальная вещь, и вещь не совсем научная, она больше мистическая. И чем цена русская наука, и чем я ее ценю, за что ее ценю, за то, что она не боится подходить к дверям Бога, что часа в них, и даже открывать и заходить, то немножко погулять по территории Бога. Дальше идти нельзя, потому что для того, чтобы свободно гулять в Божественном саду, нужно это знание иметь и к нему стремиться, к Божественному знанию. Но, если ученый видит в себе своими точными знаниями знания о Боге, о тонком плане, он станет сам Богом. и наоборот, если мистик войдет в науку, в нормальную науку, и объединить ее со своим мистическим знанием, он тоже станет равным Богу. и по всем признакам время, когда мы сможем объединить и научное, и мистическое знание, время, когда мы сможем понять науку религии, а религию наукой объяснить, время уже по всей видимости настало. потому что эти люди, эти ученые, которые переступили эту грань, они поняли существование, поняли о том, что существует некая единоразумная сила, которую все управляют. и поэтому доктор наук математических валидов написал книгу «Догазательство бытия Бога», в котором, в других масштабах, о том же самом, о чем и Гергояев исследует геном. Как в геноме все должно знать, все во всем мгновенно, по Гергояеву, так и по валидову, во вселенной все обо всем нужно знать мгновенно. Иначе организм существует не может. Вот такая лекция. И я вам всем советую, кто еще, может быть, не смог прикоснуться к знанию этому по лингвистике волной генетики. Очень много роликов петра 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 в интернете. Если кто-то захочет встать на путь оздоровления и омоложения по методикам Горяева, напишите мне, я вас веду, там объяснять, что сделать. Нужен только ваш телефон и все. я передам в общем-то вам позвонят объяснят, что это, как это, сколько стоит. Вещь очень полезная и в плане реальности, быстроты и силы воздействия на тело. Я ни с чем подобным не сталкивался, хотя всю жизнь занимаюсь оздоровительными практиками, йогой и все проще. И еще обратил внимание на то, что йоги в страсте очень дриаблые старые. Йоги занимаются, молодых там не увидишь особо. Да умирает в правилах онкологии, потому что они отрицают жизнь. Онкология самая распространенная болезнь этих у людей, занимающихся йогой. Я сам ее преподавал. И очень многие мои друзья однако кашники по йоге не умер от онкологии. Не достигну даже 60-летие дожить. Что-то там не так. И опять же мышление наше, мышление наше мышление порождает волны, волны порождает влияние на тело и тело подвергается никому. Фингвистико волновым воздействием. Ну в принципе у меня на сегодня все. Я готов ответ на вопросы если таковые будут. Надеюсь я был внятен. Вопросы будут и они уже есть. Как-то ты так оптимистично подвел первую часть про йогов и онкологию. Ну что есть то есть. Ладно давай переходим к музыкальной обивочке после чего ко второй части непременно перейдем и поговорим уже про вопросы и реплики которые появились на сайте славрадио.org в чате и в чате ютуба youtube слэш ну youtube.com слэш славрадио Народная славянская радио для пытливых умов продолжение слушайте в следующей части